Привет, друзья! Есть такие ленивые люди, которые вообще не любят никакой физкультуры. Вот у меня знакомый, давно-давно, дочь которого Наталья Дарьялова, она же, которая была у всех на устах по телевидению, так называлась её программа, а её папа Вайнер, Аркадий Вайнер, который написал «Место встречи изменить нельзя», помните? Так он мне говорил, что его жена, акушер-гинеколог, профессор, по-моему, Софья Львовна, по-моему, я точно не помню, это было очень давно, она терпеть не могла никакой физкультуры, но после ознакомления с методом ключ, она говорит, уже два года, каждое утро летает, как птица, и я каждый день смотрю на это, и каждое утро, и удивляюсь. Да, друзья, я вам объясню, в чём суть. Во-первых, если вы имеете любимое дело, то вам совершенно всё равно, кто наступил, вам в трамваи на ногу, это моя такая пословица. Любимое дело, и чем их больше, тем больше точек опоры, это во-первых. Поэтому не гнушайтесь. Досуг – это то, что вам подходит, это то, что вам хочется делать, и вы делаете это с удовольствием, потому что вы никому не должны, никому не обязаны, ничего, ни от кого не ждёте, это досуг. Из этого рождается потом, на самом деле, ваш профессионализм. И тогда вы, когда становитесь неповторимым, вы становитесь необходимым. И тогда вам это уже начинает приносить какую-то пользу практическую. Не только для здоровья, а ещё и вы начинаете обогащаться, потому что вам краски дарят, например, холсты вам дарят, книжки с автографами вам дарят, деньги просылают, хотят, чтобы вы научили кого-то точно так же снимать стресс. Много чего там начинает происходить, потому что человек – творец по природе. Так вот, что я вам хочу сказать. Для ленивых существует миллион упражнений. Выберите их хотя бы в уме, перебирайте их и вспоминайте. Движения плавательные, движения теннисные, движения бадминтона, движения футбольные, движения, какие хотите. Можете даже вспомнить движения дирижёра. А можете вспомнить движения, как на коне скакать или машину водить. Не имеет значения. Вы вспоминаете эти движения, и то движение, которое вам подходит, то есть синхронно вашему текущему состоянию в моменте, вы берёте и делаете. И оно такое лёгкое, потому что оно никак не противоречит вашему текущему состоянию в моменте. Ну, например, я вот. Я тяжёлый инвалид. Я тяжёлый инвалид. У меня всё болит. Всё болит. У меня лопатия. Титан здесь у меня шип. Это у меня раздроблен спинный мозг. Я после падения на гололёд. Я специально это говорю, чтобы вы понимали, насколько серьёзно и насколько полезно то, что я говорю. Послушайте. Я вообще еле-еле хожу. Теперь я решил, что буду чувствовать себя лучше, чувствовать себя легче, бодрее, здоровее и так далее. Вот так я решил три дня назад. И стал по капле втекать в активную физическую деятельность. По капле втекать. Как это? Например, первые два дня я делал какое-то движение, например, приседания. А мне тяжело это сделать. А я делаю так. Через букву Х. Вот так, смотрите. То есть облегчаю себе приседания тем, что я выдыхаю через букву Х, как йоги. Одновременно самому сажбола. Одновременно после этого у меня облегчается осанка. Я становлюсь прямее, свободнее, потому что я снимаю лишние нервно-мышленные зажимы. И, во-вторых, у меня укрепляется голос. Становится таким, как надо. Ну, посмотрите, что со мной происходит. Только два раза присел. Ну, там много чего интересного. Я вам покажу ещё потом. Друзья. Синкро-гимнастика по методу ключ. А есть ещё дробная синкро-гимнастика, когда вы делаете эти упражнения, которые подбираете себе из круга самых возможных, которые подходят вам лично. По критерию максимального соответствия. То есть резонансные вашему текущему состоянию, значит, не требующие ваших усилий. Там критерии, которые хочется вам продолжать. Которые происходят по зелёной зоне. То есть не вызывают никаких болей. Делаются легко. Может быть, это танцевальное движение. Может быть, это какое-то движение пения. Может быть, это какое-то другое совсем движение. Может, какое-то проговаривание. Может, ещё какое-то движение. Подбираете. А сам подбор движения, вот то, что я сейчас вам говорю, в мире никто никогда об этом не говорил и не знал. Сам процесс подбор действия элементального или физического, физического, сам процесс подбора действия, которое хочется продолжать, то есть действие, которое легче всего автоматизируется, сам процесс подбора развивает творческую активность мозга. Вот оно в чём дело, друзья. Этого нигде никогда не было. Это то, что вы должны понять и оценить. Но это трудно оценить сразу человеку, потому что это настолько непонятно, настолько просто, потому что бесценно. До встречи, друзья! Корректор А.Кулакова